Давайте рассмотрим эту иллюстрацию в 17 главе Евангелия от Луки. Давайте рассмотрим несколько иллюстраций и увидим, что здесь происходит. Вы видите ситуацию, благодарите Бога, всегда радуйтесь, не престанно молитесь. Воля Божья в том, чтобы вы были благодарны Богу, воздавали Ему благодарение в любой ситуации, через которую вы проходите. И кто из вас знает, что находящиеся в этом зале люди проходят через трудные обстоятельства? Писание говорит, что каждый из них должен от всего сердца выражать устами благодарение, благодарить Бога. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 12 стих. Это история об исцелении десяти прокаженных. 12 стих. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус наставник, помилуй нас». Я хочу, чтобы все мы сказали одновременно, «Благодарение Богу за Его милости». Вы знаете, что такое милость? Это когда вы не получаете то, что заслуживаете. Скажите еще раз, «Благодарение Богу за Его милости». Знаете, все мы здесь, включая меня, заслуживаем наказание, но благодаря благодати Божьей мы получили милость, и потому не получаем то, чего заслуживаем. Каждый здесь присутствующий заслуживает ада, но благодаря благодати Божьей мы не получаем то, чего заслуживаем. «Благодарение Богу за Его милости». Скажите, «Благодарение Богу за Его милости». Я говорю это вот почему. Я чувствую, что некоторые из вас живут в страхе. Вы ожидаете, когда получите то, что заслуживаете. Потому я и благодарю Бога за Его незаслуженное благоволение, которое называется благодать. И когда вы живете в этом незаслуженном благоволении, которое называется благодать, вы не получаете то, что заслуживаете, потому что благодать приносит с собой милость. Библия говорит, что милость Бога обновляется каждое утро, и она никогда не кончается. Я хочу, чтобы вы сегодня вышли отсюда свободными, говоря, «Знаете что? Я знаю, что заслуживаю наказание, но благодарение Богу за Его милость». Аминь. Итак, они сказали, «Наставник, помилуй нас». Увидев их, они попросили о милости. Увидев их, он сказал им, «Послушайте, что сказать людям, у которых проказа? Пойдите, покажите священникам». Священники проверят вас, чисты вы или нет. Посмотрите, что сделал Иисус. Он сказал, «Пойдите, покажитесь». Ходя по этой земле, Иисус говорил и действовал так. «Все уже сделано, просто ты этого не видишь». На Иисуса никогда не влияли явления видимого, физического мира. Он всегда был движим знанием о том, что все уже сделано. Когда Иисус давал людям наставления, они изумлялись, потому что Иисус видит завершенное дело, а мы видим то, где мы есть в физическом мире. Иисус сказал прокаженным, «Пойдите, покажите священникам». И произошло так. Все скажите, «И произошло». Я хочу, чтобы вы знали, каждое обетование Слова Божьего, касающегося вас, произойдет, сбудется, и настанет день, когда вы, сидя в своей машине, находясь дома или на работе, скажете, «И произошло». Я верю в то, что будут христиане, которые смогут сказать, «И произошло». Вот что смешно. Дьявол думает, что он побеждает. Богу нужна всего секунда, чтобы сделать сдвиг. Аллилуйя! Я чувствую, как прямо сейчас происходит сдвиг. Я чувствую, как происходит сдвиг. Вы движетесь вперед. Кто из вас пользуется коробкой передач? Вы едете на первой, а потом переключаете передачу, потом переключаете снова. И вот что я вам скажу. Кто сказал, что Бог использует только пять передач? Бог будет переключать передачи до тех пор, пока вы не окажетесь там, где должны быть. Повернитесь к сидящему рядом и скажите, «И произошло». Мы должны перестать быть христианами, которые сомневаются, «Произойдет ли?» Мы должны утвердиться в истине, «Все уже сделано. Все уже завершено». Я говорю не о том, что может произойти, а о том, что уже произошло. Я не должен подвергаться влиянию своих органов чувств. Я должен абсолютно точно знать, «Это уже сделано». «Уже сделано». «Это не то, что может быть сделано». «Но это уже сделано». «Завершено». Повернитесь в другую сторону и скажите, «И произошло». «И произошло так, что когда они шли...» «Когда они шли...» «Давайте я повторю». «Это произошло, когда они шли...» «Это произошло, когда они шли...» «Что было бы, если бы они никуда не пошли и сказали...» «Я пока что никаких изменений не вижу». «К священнику можно приходить только уже очистившись». «О чем ты говоришь?» «Пойдите, покажите священникам». «Это произошло, когда они шли...» «Я верю, что вы должны просто делать то, что Иисус говорит вам делать...» «Перестаньте дожидаться результатов». «Знайте, результаты уже на своем месте». «И когда они шли...» «Это произошло». «И когда они начали петь...» «Это произошло». «И когда они стали благодарить Бога...» «Это произошло». «В то время, как они поднимали руки в молитве...» «Это произошло». «Когда они стали бегать от радости...» «Это произошло». «Когда они стали хвалить Бога в танце...» «Это произошло». «Когда они стали поклоняться Господу...» «Это произошло». «Когда они посеяли финансовое семя...» «Это произошло». Вы не будете побеждены дьяволом даже на долю секунды. Он не сможет. Не подвергайтесь влиянию того, что перед вами. Когда вы спаслись, вы перешли в другое измерение. И вы должны видеть то, что другие видеть не могут. Вы должны смотреть дальше физического мира. Вы должны понимать, о чем говорит Слово Божие. И вы должны верить в то, что Иисус — Бог изменения. Вы не знаете, как Он изменит ситуацию. Вы должны просто верить, что Он может изменить ее. Не подвергайтесь влиянию того, что видите. Не подвергайтесь влиянию того, что слышите. Не подвергайтесь влиянию круга, в котором вы стоите. Бог — благ. Иисус — одно с вами. Он за вас. Он с вами. Он в вас. Аллилуйя. И раз Он за вас, вас с вами, то кто может быть против вас? Что может отлучить вас от любви Божьей? Скорбь? Гонение? Тяжелые времена? Во всем этом мы более чем победители через того, кто возлюбил нас. Некоторые из вас не знают, что вы сейчас в позиции побеждающего. Вы готовы победить, преодолеть что-то. Но что побеждать, если ничто не противостоит вам? Что преодолевать, если ничто не идет против вас? Слава Богу! Вы побеждающие люди. Каждый раз, когда вы через что-то проходите, вы становитесь сильнее, вы становитесь лучше и крепче. И вы становитесь более зрелым. А враг не хочет, чтобы такое происходило. Он хочет, чтобы вы роптали, жаловались и делали все подобное, потому что знает, если вы пройдете через испытания правильно, с правильным отношением, вы станете лучше. Для того, чтобы жаловаться, ни знаний, ни образования не нужно. Но когда вы реагируете иначе, согласно Слову Божьему, все хорошо. Бог за вас! Скажите это! Бог за меня! Вы знаете, сердца людей ожесточились против Слова Божьего, ожесточились против церкви и ожесточились против христиан. Церковь постоянно судила людей. Мы пытались навязывать людям правила и законы, а потом осуждали тех, кто не выполнял их. И вот наступили дни и времена, когда люди даже не хотят слушать, что говорит церковь. Но я должен верить, что увижу благость Господа. Обратите внимание на то, что я говорю. Сейчас происходит сдвиг. Если мы будем демонстрировать жизнь благодати и будем милостивы к людям и являть имя Иисуса, который явил милость нам, тогда люди захотят слушать наши слова. Они не хотят слушать правила и предписания о том, какими они должны быть и что они должны делать. Бог способен обо всем этом позаботиться. В этом в церковь не ходят. Нормальная одежда. Нет, в этом мы в церковь идти не можем. Что? Вы ходите в этом каждый день, а в церковь не можете? Кто сказал, что нельзя в обычной одежде приходить в церковь? Что стандарт для церкви? Костюм и галстук? Я могу надеть джинсы и свитер, и Иисус все равно со мной. Вы угождаете Богу не тем, что приходите в церковь в костюме и при галстуке. Мы об этом уже говорили. Что это? Мы судим людей за это, за то. Вы только посмотрите на них. Смотрите, что они делают. Знаете, что Он сказал? Вы слышали, куда они ходили? Знаете, откуда она пришла? Вы слышали о них? А я не хочу об этом знать. Все, что я знаю, это то, что кровь Иисуса может очистить любого от любых грехов, какими бы эти грехи ни были. Мне все равно, через что вы прошли. Вы кандидат на любовь к Божью. Бог любил вас до того, как вы спаслись. Он любил вас. Бог любит вас сейчас. Он не отказался от вас. Он любит вас прямо сейчас. Мало ли что сказал какой-то проповедник, «Ты недостоин, посмотри на себя. Ты же весь в татуировках». Бог любит вас с татуировками. Он вас любит без татуировок. Вы Ему нравитесь в парике, без парика. Вы нравитесь Ему с кольцом в ухе и без кольца, с кудрявыми волосами и с прямыми. Вы нравитесь Ему с любой внешностью, потому что Бог судит не внешность. Он судит сердце. Если вы примете Его в свое сердце, это будет хорошо. Бог желает отношений с вами. Он умер за вас. Его призыв ко всем грешникам. Вернитесь домой. Это теперь возможно, потому что Бог вменяет праведность нечестивым. Бог обращается к неправедным людям и говорит, «Я хочу сделать тебя праведным. Просто веруй в меня, и я позабочусь об остальном. Просто доверься мне, и увидишь, как я проведу тебя через это испытание». Мир постоянно на что-то настраивает нас. Он настраивает вас на жизнь в депрессии, на жизнь в стрессе, на жизнь в бедности. Ты никогда никем не будешь. Ты никогда ничего не добьешься. Иногда и мы слишком много на себя берем. Мы соизмеряем свою силу с Божьей и думаем, «Раз мы не можем, то и Бог не может». Вот что я вам скажу. Вы еще не начали думать, что делать, а Бог уже делал. Аллилуйя! Он уже спасал людей. Он уже избавлял их. Он уже освобождал их. Он очистил алкоголика. Он очистил наркомана. Он освободил страдавшего сексуальной зависимостью. И у него нет желания делать грех, потому что он сказал, «Я твой Бог. Я возлюбил тебя. Я тот, кто выведет тебя из зависимости». «Я сделаю твою жизнь хорошей». Как вы вообще можете кого-то судить, когда сами спаслись от ада только благодаря Иисусу? Они ходят в ночной клуб, так что... Подождите минутку. Дух Святой с этим справится. Он справится. Дух Святой знает, как избавить каждого от всего того, от чего ему необходимо избавиться. А ваше дело — ходить в любви, молиться за людей, быть живым письмом о любви Иисуса Христа. И знаете что? Бог знает, как избавить каждого от всего. Или Он скажет человеку, и он послушается. Человеку будет дано пророчество, и он послушается. Или же допустит тяжелые времена, чтобы человек изменил свое мышление. Может быть, в ночном клубе начнется стрельба. Пуля пролетит у человека рядом с виском, и он больше не пойдет ни в какой ночной клуб. Бог знает, как и что надо сделать. Доверьтесь Богу. Он знает, как надо действовать. Вы не знаете, как Он это сделает, когда сделает, но доверьтесь Богу. Он знает, как и что надо сделать. Он знает, как вывести вас из проблемы. Он знает, как поднять вас. И мое дело не смотреть на вас высока из-за вашего прошлого, из-за того, как и что вы сделали. Мое дело говорить вам, вы в процессе, в итоге все будет хорошо. Вы в процессе, и Бог знает, как и что делать. Я люблю вас. Аллилуйя. Я люблю вас. Я не могу пойти туда вместе с вами, просто мне там не место, мне незачем туда ходить. И вот что тогда произойдет. Благодать приведет вас туда, где вы не будете вместе с грехом. Вы больше не захотите делать грех. Мы пойдем сейчас покурим травы. Ты же раньше ходил с нами. Что, не пойдешь? Нет, знаешь, у меня больше нет никакого желания. Ну ладно, мне больше достанется. Все хорошо. Бог знает, как убрать желание грешить. И вот вы попытаетесь закурить, и так задохнетесь, что почувствуете, что вот-вот умрете. И не будете знать, почему. Происходит вот что. Любовь Бога и любовь других людей ведет вас к покаянию. Благость Божия ведет вас к покаянию. Вы вели себя как глупец. Но вот является милость Божья. Вы не получаете наказание, которое заслужили. И это что-то делает с вами. Вы думаете, как Бог может являть мне такую благость, когда я делал столько зла? О, вы видели, как Бог вытаскивает людей из канавы? Вы видели, как Он приходит к людям в самые невообразимые места? Вы когда-нибудь видели свет посреди тьмы? Я верю в то, что Бог может изменить не только наши семьи, но и всю нашу страну. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А тем из вас, кто думает, это моя лицензия на грех, скажу, ваш грех... Так многое пронеслось у меня в голове. Люди идут в ад не из-за греха. Люди идут в ад из-за того, что отвергают Иисуса. Но когда... Послушайте. Но когда вы примете решение согрешить, вас всегда ждут физические последствия. Грех не отменит вашу праведность, которая дана вам по вере, но он испортит вам жизнь. Из-за греха вы можете на всю оставшуюся жизнь оказаться в тюрьме. Из-за греха вы можете на всю жизнь остаться больным. Вы можете остаток жизни провести в немощи. Из-за греха вы можете преждевременно умереть. Вы окажетесь на небесах, но гораздо быстрее, чем планировали. Из-за греха в вашу жизнь может прийти депрессия Грех может сделать вашу жизнь несчастной Вы пойдете на небеса При этом на земле пройдя через ад И это потому, что у решения согрешить всегда будут последствия Бог говорит, я не хочу, чтобы ты грешил Потому что грех крадет у тебя радость, которую я хочу, чтобы ты имел Пока ты тут на земле Благодать научит вас, как жить благочестивой жизнью Любовь Божья будет побуждать вас И вызывать в вас желание поступать праведно Я думаю, настало время перестать играть в игры И позволить Духу Божьему сделать дело И это получится у Него гораздо лучше, чем у нас Итак Эти парни пришли к Иисусу, и у них проказа Иисус сказал им Пойдите, покажитесь священникам И произошло так, что когда они шли, очистились Один же из них, видя, что исцелен Один из них, видя, что исцелен, возвратился Он увидел, что исцелен Эти люди не заслуживали исцеления Они ничего не сделали, чтобы быть достойными исцеления Иисус в тот день оказал благоволение людям, которые этого не заслуживали Один же из них, видя, что исцелен, возвратился О, слава Богу Слава Богу Громким голосом Скажите, громким голосом Громким голосом прославляя Бога Что значит прославляя Бога? Он стал хвалить и благодарить Бога громким голосом Скажите, спасибо Иисус очень громко Громким голосом он сказал, спасибо Он стал громко благодарить Бога Смотрите, что происходит Он был благодарным Он сказал, я исцелен Вы поймите, что это за болезнь Проказа В зависимости от стадии заболевания Вы можете лишиться пальцев на руках Пальцев на ногах Можете лишиться части уха Произошло вот что Иисус исцелил их Таким образом, проказа остановилась Однако не приведено данных Что у них восстановилось все, что было потеряно Но этот человек был благодарен за исцеление Он так благодарен за то, что у него было Он не сказал Да, я исцелен Ну а пальцы что? Нельзя было мне вернуть? Исцелен-то я исцелен А что? Ухо, ты мне не мог вернуть? Но этот человек был так благодарен Смотрите на то, что Бог сделал для вас на данный момент Вам необходимо научиться быть благодарными за то Что у вас есть сейчас Не гневайтесь на Бога за то, что вы не там, где хотели быть Смотрите на то, где вы сейчас И благодарите Бога за это У меня нет миллионов Но у меня есть работа Ее мне дал Иисус И я благодарю Его за это И смотрите, что тогда происходит К чему приведет ваша благодарность? И пал Ницк ногам Его Вот настолько Он был благодарным Благодаря Его Он пал Ницк ногам Его Благодаря Его Тогда Иисус сказал Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Благодарение Богу Кроме всего иноплеменника Иноплеменника И сказал Ему Встань Иди Вера твоя спасла тебя Я думал, Он скажет Твое благодарение спасло тебя Что здесь говорит Иисус? Твоя вера привела тебя туда Где ты не только Послушайте Ты благодарен за исцеление И твое благодарение привело твою веру туда Где с тобой может произойти восстановление Ваша вера без благодарения Никогда не будет полной Благодарность привела веру этого человека к полноте И теперь он получил не только исцеление Но и цельность Он был восстановлен Быть цельным Это значит, что то, что ты потерял Было восстановлено Аллилуйя Я верю в то, что Бог хочет сделать вас цельными Вы не можете стать цельными Пока не научитесь быть благодарными за то Что Иисус уже сделал для вас И вот когда приходит цельность Когда ваша вера стала полной Через благодарение и хвалу Давайте-ка быстро откроем 6 главу Евангелия от Иоанна 5 стих Послушайте Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему Говорит Филиппу Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его Ибо сам знал, что хотел сделать Филипп отвечал ему Им на 200 динариев недовольно Недостаточно будет хлеба Скажите, недостаточность У вас была недостаточность в жизни? Им на 200 динариев недовольно будет хлеба Чтобы каждому из них досталось хоть понемногу Один из учеников его, Андрей Брат Симона Петра Говорит ему Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки Но что это для такого множества? То есть У нас 5000 мужчин, не считая женщин и детей Там могло быть около 20 тысяч человек И всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки Но что это для такого множества? Иисус сказал Велите им возлечь Сесть Обратите внимание Они пребывали в покое Сядьте Займите положение покоя Говорю вам, христиане Если вы хотите, чтобы Бог действовал в вашей жизни Вам необходимо войти в покой его Было же на том месте много травы Итак, возлегло людей числом около 5000 Иисус, взяв хлебы Это и все, что у них было Он взял то, что называлось недостаточностью Иисус, взяв хлебы и... Что? Он что сделал? Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение Роздал ученикам, а ученики возлежавшим Так же и рыбы, сколько кто хотел И когда насытились, то сказал ученикам своим Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало И собрали и наполнили двенадцать коробов Кусками от пяти ячменных хлебов Оставшимися у тех, которые ели Обратите внимание на то, что сделал Иисус Можно было подумать, что он, взяв хлеб и рыбу Поднимется метра на три в воздух И, сделав что-то необычное, приумножит еду Но он взял недостаточность и сделал вот что Он сказал Спасибо, Господь Он поблагодарил за то, что имел Обратите внимание на то, что произошло в обоих случаях Вывод Благодарите Бога за то, что у вас есть Возможно, этого недостаточно Но не должно оставаться без благодарения Потому что, когда вы в нехватке добавляете благодарения То происходит переход от недостаточно К более чем достаточно Смотрите, что стало причиной приумножения Иисус поблагодарил за то, что у него было Иисус поблагодарил Бога Затем Роздал ученикам А ученики возлежавшим Также и рыбы, сколько кто хотел Как он это сделал? Поблагодарил Бога Благодарение произвело переход от недостаточно К более чем достаточно Чудо состояло в установлении связи с более чем достаточно Которое уже было Благодарение открывает дверь Когда вы благодарны за то, что вы имеете Тогда благодарение открывает дверь к приумножению У вас уже есть более чем достаточно Вы уже исцелены Вы уже получили освобождение Что мешало вам это получить? Вы не были благодарны за то, что имеете сегодня Продолжение следует...